На улице едва рассвело, а тысячи самарских мусульман уже собираются у входа в Самарскую соборную мечеть, чтобы совершить праздничный намаз и послушать службу муфтия. Прихожан поздравил глава города Олег Фурсов. Он отметил вклад мусульман в развитие духовной культуры города, помогающую укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие. Хочу искренне поздравить вас с вашим священным праздником, пожелать вам всем благополучия, достатка, крепкого здоровья, успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах. С праздником! Арабское название этого праздника – Ид-Аль-Атха. В русском же языке закрепилось название Курбан-Байрам. Первая часть этого слова восходит к арабскому жертва, вторая часть – общечурская, Байрам – праздник. История появления Курбан-Байрама связана с испытанием силы веры возлюбленных пророков Аллаха. Это пример высочайшей покорности воли Всевышнего. Праздник напоминает о терпимости и любви к ближнему. Человек, будучи верующий, действительно верующий. Он никогда не оскорбит человека, не обидит человека, не будет приносить ему какого-то вреда, не будет соблюдать те договоренности, которые были между людьми. Согласно сунне пророка, в этот день необходимо принести животное в жертву и разделить мясо на три части. Первую дают нуждающимся, второй – угощают гостей, а третью – оставляют себе. Ни мясо, ни кровь жертвенного животного не нужны Аллаху. В обряде жертвоприношения нуждаются сами люди, которые тратят свое имущество и время для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.